еще книги филиале номер один здесь небольшая такая подборочка с названием история в целом и история это самое разное вот от андрея тимофеевича болотова например до скажем иосифа виссарион ч сталина или какие-нибудь там скажем история республики башкортостан и тут же макеавелли тут же ломоносов но вот все книги объединены условно темой такой истории вот давайте их кратенько рассмотрим андрей болотов это такой замечательный был русский человек он был и агроном сельский хозяин и вообще такой гражданин россии до удивительным прожил огромную жизнь более 90 лет вот значит был автором господи очевидцем дворцового переворота 1792 года так когда к власти пришла екатерина вторая тут не девяносто второго года шестьдесят на на второго года вот а крестьянской войне 70-х годов описывает казнь пугачева но в общем это конечно потрясающая история вот так она и названа очень интересно жизни приключений андрея болотова описаны самим ним для своих потомков вот издана книга восемьдесят шестом году семьсот шестьдесят семь страниц огромная значит большая книга вот и андрей болотов это был потрясающий человек стоит почитать его увлекательнейшие мемуары это может быть одна из лучших книг своей эпохи человек прожил почти целый век вот такие вот главы ну и все агрономы хорошо знают тоже андрея болотова потому что он был таким успешным сельским хозяином агрономом вот вел свое хозяйство сельское тираж этой книге 100 тысяч экземпляров но это только вот эта книга а вообще-то надо сказать что мемуары болотова издавались много раз большими тиражами так что это не редкая книга очень увлекательная большая интересная если кто-то хочет почитать большое что-то интересное вот рекомендую андрея тимофеевича болотова вот дальше неожиданно леонид ильич брежнев воспоминания вот есть несколько книг у него да вот здесь жизнь по заводскому гудку и чувство родины есть еще малая земля там про целину в общем есть где-то у меня такая более толстая книжечка на это вот значит 1982 год издавались довольно большими тиражами вот надо посмотреть сколько здесь тираж вот посмотрите это сколько четыре раз два три 4 5 6 до 4 миллиона 4 миллиона экземпляров вот по 10 копеек это стоило вот значит 400 тысяч рублей до принесла эта книжка вот как бы государству вот вот такая любопытная книжица дальше мавродин происхождение русского народа тоже известный историк ленинград он был деканом по-моему даже ленинградского университета но в смысле где-то из истфака ленинградского университета 78 год вот один из крупнейших исследователей отечественной истории вроде смотрим вот оглавление начиная с древнейших сведений о славянах и заканчивая происхождением слов русский россия но вроде владимир васильевич так 76 тысяч пятьсот шестьдесят экземпляров жалко что не 562 например вот такая вот книжечка иллюстрации нету но выглядит вот здесь обложка красиво происхождение русского народа далее надежда дурова и денис давыдов две книжки объединены в одной обложке значит денис давыдов это дневник партизанских действий 1812 года и надежда дурова записки кавалерий девицы но эти люди наверное представление не нуждаются эта библиотека страница истории отечества тоже выдающиеся люди вот это 85 по моему год лен издат вот здесь вот сама оглавление этих книжек аннотация 511 страниц так 20000 тираж в данном случае а так-то конечно эти книжки и вместе по отдельности появились тоже весьма интересные такие увлекательные книги по русской истории далее вот такая интересная книжка загадочный эпизод французской революции людовик 17 на ундорф вот людовик 17 по мне не царствовавший до король потому что был потом людовик еще 18 ну вот вот такая вот книжка книги о французской эволюции у меня достаточно много собрано мы их как-то смотрели уже был в основном в основной части моей библиотеки эта книжка вот 2008 года вот посвящена одного из самых загадочных эпизодов великой французской революции судьбе мало малолетнего наследника престола дофина людовика 17 умершего 8 июня 1795 года в тюрьме тампль вот интересно очень вот а эта серия такая вот по моему на академия фундаментальных исследований переиздает старые книжки так что это скорее всего переиздание какой-то старой книжки оглавление а ну да это еще написано дореволюционным старой орфографии тем шрифтом старым дальше ну вот автор лозинская книга называется во главе двух академий я думаю что все поняли про кого речь идет про екатерину романовну воронцову дашкову на издательство наука 83 год это тоже очень часто встречается в продаже не редкость что тут у нас с выходными данными лозинская ли яковлевна 300 тысяч тираж да поэтому она довольно часто встречается вот содержание этой книжки дальше вот книга такого автора виттельс фрейд его личность учения и школа книга о фрейде вот это издана когда-то был в двадцать пятом году вот но это репринтное издание 1991 года ленинград такое издательство интересно эго фрейдизм и буржуазная идеология вот такая так понимаю критическое советское восприятие фрейда вот справка о нем 100 тысяч однако тираж немаленький перевод с немецкого написано вот содержание книжки в общем биография фрейда дальше жизнь никола макиявелли книжка называется исторические факты и литературные версии такая серия вот значит здесь это автор всем хорошо известный писатель somerset моем тогда и теперь роман никола макиявелли так и сочинение никола макиявелли все как-то здесь запутано вот somerset моем тогда и теперь сборник в общем сборник вот роман somerset а моема и историко-биографический очерк о самом макиявелли и сочинение макиявелли то есть вот три работы под одной обложкой тоже 30 тысяч тиражей кто хочет познакомиться с макиявелли вот пожалуйста такая книжица интересная дальше ну тут куда нам пойти дальше вот книжка про ивана сытина известного издателя книга издателя может быть одного из самых великих издателей россии серии называется предприниматели россии иван дмитриевич сытин причем автор шарльз руд некий руд вот это москва терра 96 год вот здесь аннотация здесь тоже аннотация вот годы жизни с этим кстати очень долго жил при советской власти почти 20 лет в тридцать четвертом году только умер я конечно жизнь его уже клонилась к закату вот в советские годы там все было совсем по-другому но тем не менее он не был репрессирован насколько я знаю это же руководил там какими-то издательствами все ну конечно уже не в частном виде а работал как бы на государство что называется здесь биографии ивана дмитриевича сытина рассматривается так дальше вот здесь книжка про михаила васильевича ломоносова как философа это вот такая серия мыслители прошлого у меня много таких книжек на на штук 15 из этой серии в основном фонде библиотеки вот здесь тоже встречается двухсот семидесяти пятилетию со дня рождения это восемьдесят шестой год москва мысль как раз по моему эти же годы был из-за был снят фильм знаменитый вот этот многосерийный советский михаил ломоносов тоже на на к этому же юбилею вот здесь значит аннотация 224 страницы здесь вот именно рассматривается ломоносов как философ вот оглавление не на федоровна уткина автор 140 тысяч тираж то есть порядочный такой вот книжка по ломоносове дальше вот неожиданно тоже иосиф и сырьевич сталин краткая биография где-то у меня есть такая же краткая биография ленина любопытно написано в сорок седьмом году в ленинграде то есть да ну то есть это все прижизненное издание институт маркса энгельса ленина а потом еще было стали на по моему вот сталин краткая биография вот составители надеюсь никто из них не пострадал составляли все как надо правильно вот потряс его молодой но такие крупные достаточно буквы фото 94 года такая как бы как это сказать официальное советское житие житие мое вот а это уже вот он во всей славе со всеми орденами медалями художник карпов рисовал так что это каноническая биография сталина называется краткая биография вот тираж 30 тысяч экземпляров на такой своеобразный интересный исторический документ эпохи фотографии тут разные двадцать девятый год когда началось восхождение как бы сталина да вот он в горках с ленина в двадцатом году в общем такая любопытная книжечка дальше вот рассмотрим весь двухтомник это владимир николаевич как овцом знаменитый политик и государственный деятель российской империи воспоминаний из моего прошлого с 1903 по 1919 годы книга 1 и вот книга 2 как овцова у нас вот здесь москва наука 92 год когда-то это издано было в париже в 33 году то есть прошло вот 33 92 почти 60 лет после издания вот видно государственный деятель начала века про него здесь информация тираж 15000 довольно таки большое подробное оглавление и уж тут не буду тоже его все показывать книга объемистая регистрации нету вот но она так довольно иногда встречается то есть не самая редкость большая и вот книга 2 тоже 92 год ну вот в конце тут революции бегство из россии тоже подробное оглавление просто на посту председателя совета министров одиннадцатый год кое-где тут есть какие-то фотографии где-то что-то мелькнуло и опять потерял ну вот тут все эти деятели но щегловитов кстати это был великий мученик даже уничтожены большевиками но остальные конечно это именно в основном сколько больше конечно негативных имен чем позитивных так дальше идем вот здесь тоже интересные такие книжки адмиралы российского флота россия поднимает паруса такая красивая черная книга здесь андреевский флаг корабли на фордации ленис дат 95 год трехсотлетию российского флота посвящается биографии адмиралов российского флота вот здесь аннотация выходные данные тираж 10000 экземпляров так вот флот петра великого здесь про разных деятелей моря падение взлет российского флота от парусного паровому вот и в основном здесь биографии адмиралов представлены интересная книжка но и другая вот интересная книжка тоже богданов адмирал колчак это уже книга написанная в девяносто третьем году то есть такая не глумливая какая-то правдивая биографическая повесть хроника в общем-то колчак тоже фигура очень интересно и дореволюционное время он был полярным исследователем и потом командовал флотом на черном море до тираж 20 тысяч экземпляров вот биографическая повесть хроника судостроения вот значит соответственно оглавление так не про колчака тоже такая хорошая документальная книжка не не романизирована биография интересно ну вот такая вот есть книга для чтения по истории ссср 19 век вот это меня всегда умиляли эти советские названия наши когда пишут там история ссср там эпохи средневековья то есть брали ссср и как бы но искусственно его назад это самое рассматривали историю всех территорий которые входили в состав ссср ну и вот тут тоже ссср 19 лет пособие для учащихся коннотации тут конечно все всякая революция то все тираж 559 тысяч больше полумиллиона поскольку это для школьников изданных такая книжечка с картинками тут мелькнула там бояриня морозова суриковская который мы недавно вопрос в предыдущем по моему обзоре смотрели так ну что вот тут у нас еще есть такие вот интересные книжки давайте рассмотрим ну самые знаменитые философы россии тоже я уже говорю что к этим книжкам я не особо интересно не особо серьезно отношусь вот самые там 100 самых там тысяча самых каких-то потому что это все очень так и объективно и очень кратко но вот такая вот есть у меня книжка не уж точно даже не помню как она мне оказалась то ли кто-то подарил то лесом где-то приобретал когда-то ну вот такие вот философы и краткие их биографические очерки михайловский ну все таки справка хорошая биографическими небольшая но не менее философы россии ну потому что например такая все обо всех тоже такая само название говорит уже за себя 97 вот но тут вообще вот просто разные самые биографии вообще людей ну как бы несопоставимых иногда морецкой марлен дитрих и каспаров тут иоанн павел 2 всякие разные товарищи вот такая книжка все обо всех называть вот том 3 еще оказывается еще много томов было тираж ну сто одна тысяча с портретами даже вот калантай ключевский кларк гейбл брусов боровиковский бойль белинский баженов и так далее все обо всех называется дальше вот виктор ардов это известный такой был писатель да великие и смешные это его воспоминания москва вагрию 2005 год виктор ардов вот 900 по 76 годы жизни вот он дружил с ахматовой вот со всеми вот этими авторами которые здесь перечислены вот виктор ардов его известный который был священником потом куда-то ушел в раскол михаил ардов это же по моему сын его тоже он пишущий такой товарищ а ну вот михаил ардов протеи каким я его помню о моем отце вот здесь вот вот он о ком рассказывает ну книжка весьма такая любопытная интересно 5000 экземпляров тираж вот фотографии лидии руслановой с утесовым с паустовским в ялте со многими другими сахматовой конечно вот сын михаил начала 70-х годов такая книжка воспоминаний виктора ардова еще книга по истории с глубины столетий называется значит в этой книге собраны древние средневековое произведение документы отражающие отдельные моменты этнологической истории тюрка татар за период с рубежа нашей эры до середины 16 века это по-моему из казани я привозил когда вы сказали до издана это тоже в казани татарской книжной сдачи 2004 год вот оглавление интересная книжка про татарскую такую вот историю этнографию такими в клейками красивыми цветными какие замечательные тексты хорошие значит исторические не вот еще тут иллюстрации много очень книжка про истории культурологию этнографию татар маретта чудакова не так давно скончавшийся в к видную эпоху беседы об архивах это вот такая серия эврика тоже у меня уберется таких книжек на нас десяток вот это она в общем написала научно-популярную книжку про архивы маретта омаровна она известна работами своими булгакове об архивах писала молодая гвардия 75 год 100 тысяч тираж вот вот книга об архивах но интересно такая научно-популярная книжка нам которые занимаются генеалогии как раз архивы очень-очень интересны вот но тут какие то есть такие случайно попавшие книжки вот жириновский например последний бросок на юг москва девяносто шестой год это же откуда-то кто-то мне случайно не дал когда-то я уже забыл даже вот жириновский сорок шестого года рождения либерально-демократическая партия россии я подниму россию с колен сказал жириновский вот тираж 200 тысяч однако вот такой же собчак хождение во власть такая книжка которая на каждом углу продавалась девяносто первый год книжка рассказ о рождении парламента называется аннотация тоже такой своеобразный документ эпохи сейчас уже вряд ли кто и читать ее будет только какие-то специалисты если им это надо 300 тысяч тираж вот николай иванович это видимо рыжков который недавно умер вот 90 с чем-то лет егор лигачев тоже не так давно умер прожил сто лет ровно на скупированную вот вот такая книжка хождение во власть называется собчака так дубровин о народах центрального и северо-западного кавказа это я привозил по моему когда был на кавказе в одной своих поездок оттуда вот нальчик 2002 год про различные народы а книжка это старая николай федоров дубровин 1837 1904 года то есть это очень давняя книга переиздана уже в наше время различных народах кавказа черкеса вот например одежды республика адыгей отсюда тут какая-то вот какой-то текст написан но вообще ничего не видно на задней обложке смотрим тираж 500 экземпляров 1000 нет 500 экземпляров оглавление дальше лео таксиль это автор такой атеист французский наверное да у него есть книжка забавная библия и вот покойная не напала на саблина преподаватель церковнославянского языка рассказывала мне что она вот когда они в юности изучали церковнославянский язык в институте они ничего не могли вообще из священной истории ниоткуда узнать и говорит все что у нас было эта книга лео таксиль забавная библия но это говорит мы оттуда из этой забавной библии настоящие какие-то факты ну как сказать извлекали поэтому даже вот как говорится господь из из камней сделает детей себе так сказать вот тут и и так можно сказать что из атеистической книги они подчерпывали информацию ну вот такая же священный вертеп причем это издано уже в минске 80 году казалось бы такие уже перестроечные времена но тем не менее вот левый таксиль так 1854 1907 год вот так то тогда уже он писал такие вот книжки типа забавной библии вот священный вертеп вот здесь аннотация это как раз критика католицизма такая весьма интересно тираж 200000 у такой огромный оглавление даже не рискну его показать в общем о римских папах католицизма но весьма любопытно это даже кстати может быть книга полезно а вот дальше вот такая замечательная книга иллюстрироваться иллюстрированная энциклопедия русский праздник называется издатель искусства 2002 год праздники обряды народного земледельческого календаря иллюстрированная энциклопедия там я помню кто-то на день рождения мне подарил сертификат в книжный магазин а вот я пошел и купил себе такую книжку в подарок ну вот значит огромная-огромная такая энциклопедия с иллюстрациями он сколько тут всяких вклеечек цветных или не цветных а черно-белых вот и так иногда рисуночки попадаются превосходная книжка вот русский праздник вот перечислены все праздники русские аннотация очень большая 672 страницы тираж 3000 экземпляров такая вот книжечка прекрасно так далее идем ну вот из этой кучки будем брать чтобы они одинаково у нас уменьшались значит и романах дорофей д бар история христианства в абхазии в первом тысячелетии так не приобретали в абхазии когда был от новый афон ведь и 2005 год редкая думаю что в нашем маленьком городочке ни у кого такой книжки скорее всего нету новый афон 2005 год тираж 2700 экземпляров это на абхазии вот ее содержание абхазии известно тем что там представился англопоуст был будучи в ссылке там храм симона канонита апостола но известно тем что например на первом вселенском соборе в триста двадцать пятом году в константинополе его это самое и в никее в никее уже присутствовал епископ пятиунда пятиунд это современная пицунда то есть уже в триста двадцать пятом году пицунда существовала и там уже был епископ вот вот такая еще книжка странные народы называется энциклопедия зарубежная европа восточная европа то есть это вот такая целая большая серия там на на штук так примерно не знаю 12 может быть книг про все там про австралию про и америку про азию не вот вот это вот восточная европа то есть это как раз наши все вот эти социалистические до страны вот общий план этих книг вот земля и человечество общая зарубежная европа вот синеньким выделено вот эта книжка вот еще остальные те которые существуют зарубежная азия африка-америка вот советский союз тут общем все 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 что только можно вот какой большой список книг на эту тему вот польша гдр чехословакия венгрия вне болгарии выслали вот об этих странах восточный вот данная книга румыния гдр польша югославия река тара я здесь даже был на мостике вот через реку тару черногории дубровник охрид вот какая была великая югославия когда-то в общем такая замечательная книжка советская серия здесь аннотации тираж сто восемь тысяч дальше идем огромная энциклопедия башкортостан она называется краткая энциклопедия но сама по размеру она очень большая в такой плотной красивой вот обложке и это мне подарена книга профессором башкирского аграрного университета фируза из хаков на кчуриной вот 11 февраля 2002 года вот уже прошло сколько двадцать с лишним лет мы дружим до сих пор с фирузой из хакованы в этом году звонил поздравлял из днем рождения каждый год открытку день на новый год отправляю в общем дружим с фирузой из хаков это издана буфе в девяносто шестом году такая шикарная конечно шикарная циклопедия вот вот оглавлению гимн флаг герб республики башкортостан и вот тут иллюстрации есть замечательные вот и биографии многих людей причем приведены не просто годы рождения точные даты это очень говорит о высоком уровне энциклопедии все что только можно себе представить вот в башкирии все здесь описано вот карта экономическая туристическая зоогеографическом каких только нету физическая административная как интересно вот тираж 50 тысяч экземпляров вот такая замечательная энциклопедия башкортостан краткая энциклопедия дальше битва при глюнвальде тоже помню вот эту книжку я в дк имени крупской покупал фото чей-то автограф эти моей милой помощницы автор как интересно а фамилия автора ни много ни мало карамзин гб 1961 год битва при глюнвальде вот в 1960 году было пятьсот пятидесятилетий битвы при глюнвальде так интересно 4 так 45 тысяч экземпляров доклавление содержание и вот что читать и глюнвальдской битве карты тут приведены какие-то артефакты вот интересны вот это большая довольно вложена а с другой стороны здесь вот гравюра вот такая рисунок из польской хроники 1597 года битва при глюнвальде книга милиции васильевны ничкиной декабристы это она была специалистом по декабристам вспоминали нички но есть у нее книжка о ключевском такая большая толстая вот москва 75 год но это серия нам хорошо известно таких книг у меня на штук стоится на больше наберется за это серии какие-то милиции васильевна ничкина 100 6000 тираж углавление этой книжки у декабристах популярная книга ничкины дальше борис савенков известный террорист избранная он же еще было писателем ропшин он же ропшин вот избранная 90 год ленинград художественная литература историческом разделе лежи значит 432 страницы тираж 1000 это довольно попадается это книга в продаже вот воспоминания террориста немного немало называется но и другие конь бледный сон вороной произведение литературно такая вот книжка дальше екатерина романовна дашкова записки и письма сестер вильмонд из россии вот такая тоже книга две книги точнее в одной обложке это университетская библиотека такая серия председатель был янин и вот так агодия за алибековна казаржевский андрей чеславович в общем некоторые хорошо знакомыми на издательство мгу восемьдесят седьмой год такая вот интересная книга вот содержание 130 тысяч тираж дальше смотрим конфуций и лао цзы мудрецы поднебесные это такая биографическая книжка с общим названием вот на украинском и на русском аннотация 8 98 год 384 страницы так смотрим что тут у нас тут эти мемуары декабристов историческая книга москва правда 88 год трубецкой розан горбачевский лорер так вот аннотация тираж 500 тысяч конечно правда тиражи были фантастические такая вот книга дальше яков гордин меж рабством и свободой это 19 января 25 февраля 1730 года серия называется хроника трех столетий издана в девяносто четвертом году в ленинграде вот тоже продажа букинистов лежит часто на полках вот аннотация оглавление 30 тысяч тираж потом вот еще о татарах тоже татары популярная этнография до мир из хаков тоже это казань 2005 год татарская книжная сдача этническая история татарского народа это я когда был в казани привозил оттуда вот эту книжку 159 страничек небольшая книжка но интересно это рекомендуемая литература тираж 2000 экземпляров вот кое-что есть даже иллюстрации вклеечка такая вот книжка о татарах так дальше академик дружинин воспоминания и мысли историка книжка даже как-то в прошлом году по моему читал это прожил огромную жизнь этот дружинин тираж 9900 экземпляров вот его портрет 79 год я не помню сколько он точно прожил но там что-то лет 100 академик дружинин дальше вот такая книга суд присяжных в россии лена сдад 91 год громкий уголовный процесс 1864 это мне кажется если я не ошибаюсь книгу давали в нагрузку мама состояла в обществе книголюбов и вот когда давали какие-то принесенные ветром например такую дефицитную книжку а вот тут была такая книжка суд присяжных в россии тиражом 200 тысяч экземпляров и никому не нужна по моему ее просто в нагрузку давали вот и стоила она причем какая тут цена ну 3 рубля 50 копеек 91 году это не так уж и дешево сильно вот вот тут целая такая целый список суда присяжных какие-то громкие дела может быть это интересно конечно но широкой публике это было неинтересно а куда-то реализовывать надо было в обществе книголюбов в нагрузку давали такие книжки дальше это у нас пётр николаевич краснов серия казачье зарубежье любите россию называется сейчас поскольку выходит полное собрание сочинений красного уже вышло более 30 и томов я на него подписан все у меня есть в основном фонде мои библиотеки поэтому другие книжки красного которые у меня были вот такие разные здания привез сюда и в деревенскую библиотеку отчасти здесь хранятся так но здесь это такие учебники я как-то покупал специально история древнего мира такие современные учебники уже лишенные какой бы то там ни было скажем это идеология советской 2004 года тем более что это как бы книга для чтения не просто учебника тексты какие-то интересные такая вот интересная книжечка красиво оформлено первобытное общество древний восток греция и рим с картинками с элюстрациями то есть для и для взрослого то интересно кто и что ли не знает например познакомиться вот можно по этой книге и вот такая еще продавалась тоже книжка шацила новейшая история 20 века вот 2004 год первая мировая война между двумя воинами вторая мировая после нее почему-то индии китай тут на пути национального самоопределения вот такая вот книжка 7000 раз тоже богато иллюстрировано дальше вот тут такие еще парочка книг из серии такой все про все и обо всем все правители россии вот вплоть до президентов тоже я такие книжки не особо жалую это мне кто-то подарил тираж 7000 экземпляров ростов-на-дону 2009 год вот уже владимир владимирович путин ельцина горбачёв и брежнев сталин хрущев ленин возле фонографов вот так что в общем от киев щека и харива до путина такая вот целая история правителя в россии и вот такая вот чем громаднейшая книга тоже мне один друг дарил кто есть кто в мире ну тут просто все на свете тоже несопоставимые фигуры даже сколько тут их всего интересно более 1500 биографий вот более 1500 биографии ну тут просто все на свете действительно петр первый герберт уэллс и ширвинг шопен ну и вот собственно говоря огромное такое оглавление кого здесь только нет 50000 тираж вот но сейчас это все заменяет интернет грубо говоря любую справку по всем этим людям можно посмотреть вот можно посмотреть какие тут все выписки тоже делал вот вот так много полторы тысячи с лишним биографии ну что уже к 50 минутам приближаемся как раз у меня книги условно объединенной темой история закончились я на этом прощаюсь с вами всего доброго до новых встреч